Приветствую вас. Первое, что хочу сказать, первое, что хочу сказать, это общая негативная тенденция во взаимодействии с мужчинами. Важно. Это первое. Первого брака, дети есть, что-то у вас там не сложилось, соответственно, что-то с первым мужчиной отношения как-то вот не получились. За вторым мужчиной теперь тоже как-то всё не складывается явно, да, как бы тут проблемы. Соответственно, что мы имеем дело с негативным жизненным сценарием, из которого вам нужно выходить, из которого вам нужно помочь выйти. Это первое. То есть анализируем все отношения с мужчинами, в том числе и с родителями. С папой, например, в частности. Вот. Выявляем вот эти патологические, деструктивные паттерны. Вот. И, соответственно, их уже нужно будет вам корректировать вместе, понятное дело, с психологом. Вот. Тут нужно будет в этом направлении работать. Следующий элемент, который хочется выделить, это созависимость, ваша созависимость. То есть созависимость, созависимые отношения с другим человеком. Зависимые отношения появляются практически всегда, практически всегда, когда один из партнёров от чего-то зависит. То есть, в вашем случае, это наркомания, бывает еще, соответственно, ну, другие какие-то, да, виды зависимости. То есть вариантов тут... ну, в принципе, неважно особо, то есть тут вот момент именно такой, что если у человека есть зависимость, то, соответственно, вы практически автоматически записываете сразу созависимость, что вы зависимого человека, который зависим. Вот, про созависимость вы можете почитать в интернете, про это очень много написано, вот, ну, я могу порекомендовать вам книгу Валентины Маскаленко «Созависимость. Семейная болезнь». Следующий аспект, который хотел бы я вам донести, это аспект, связанный с чувством вины, возможно, со страхом, возможно, со страхом, я не говорю, что это, он однозначно, но вероятно, со страхом его потерять и чувством, на самом деле, чувство вины. Чувство вины. Это, ну, тоже такая вот история, которая пришла к вам, ну, скорее всего, из детства, из детско-родительских отношений, они, скорее всего, то есть вам, ну, вас приучили, вас приучили испытывать вину, приучили нести ответственность за других людей. Это первое, то есть от этого тоже нужно, от чувству вины нужно освободиться, поскольку это внутренний голос ваших родителей, то, соответственно, и нужно освободиться. Это возможно сделать последовательной терапии. Далее, личная ответственность, личные границы. То есть это четкое разграничение себя и других людей. Это треугольник Карпмана, в котором вы сейчас находитесь в позиции жертвы, что тоже можете изучить в интернете, посмотреть, вот, соответственно, чтобы иметь представление, выход из треугольника осуществляется под руководством психолога. Ну и, конечно, повышение самооценки, вот, и создание личного пространства, личных целей, вообще создание сферы личности. То есть вы для себя, я уверен, для себя вы очень мало чего делаете, вы распаряете в людях, да, либо вы, ну, либо вы распаряете, значит, в своих детях, да, либо вы распаряете в своих, ну, в своих, эм, в своих мужчинах. Вот это просто, по сути дела, вот. Такое, тотальное растворение, если можно так выразиться, вот. Но необходимо, да, понимать, что от этого тотального растворения, ну, в ком-либо вообще никому хорошего, ну, ничего, как бы не будет, да, и, ну, вообще ничего не будет и быть не может, эээ, в принципе. Вот. То есть это вот, эээ, такая история, тоже такой момент. Да и вот примерно на эти аспекты я рекомендую вам ориентироваться при, эээ, формировании своей стратегии. Вот, понятно, что мужчина вам угрожает, понятно, что он к вам привык, понятно, что он не хочет терять свои позиции, вот, здесь важно проявить жесткость, эээ, если, эээ, у вас не получается, то нужно обратиться к, эээ, эээ, органам, которые вас защищают, но на своем нужно, эээ, стоять, эээ, на своем нужно стоять, эээ, твердым. Вот. Ну и, соответственно, вам требуется помощь, эээ, психолога, для того, чтобы преодолеть этот тяжелый период для себя. Эээ, вот, на этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, ээээ, обращайтесь в личку, буду рад помочь. У вас все получится, вам это нужно сделать хотя бы ради детей, вот, вы не несете никакой ответственности за своего мужчину, который сам ведет себя, эээ, к, эээ, к бездне, эээ, употребляя наркотики. Вот. Вам нужно будет успеть дети, хотя бы ради детей, начните, эээ, улучшать свою жизнь и жизнь детей. Потому что, если вы не будете улучшать свою жизнь и не будете заботиться о себе, то и дети, соответственно, ваши тоже останутся без заботы и без любви. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.